В мае следующего года люберецкий силач Сергей Агаджанян бросит новый вызов. Он попытается удержать установку в виде автомобиля «Москвич». Готовиться к серьезному испытанию спортсмен начал уже сейчас. И даже в рамках подготовки установил еще один неофициальный рекорд. Чем на этот раз удивит атлет, узнаем в сюжете. Последние минуты приготовления перед установкой нового рекорда. Сергею Агаджаняну предстоит удержать на плечах в тренажере Смита штангу весом 210 килограммов. И при этом надуть до разрыва медицинские грелки. В истории спорта и силовых номеров подобное никто не делал. Сложность его в том, что совмещены в этом рекорде, комбинированном рекорде, несовместимые для физиологии человека вещи. Это удержание тяжести на диафрагме, по сути, и надувание медицинских грелок. Хотел бы отметить, что когда человек будет держать любого телосложения что-то на плечах, естественно, диафрагма так или иначе будет немножко прижиматься вниз. Это первый рекорд, но неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести, разработан с участием профессионалов. Идея принадлежит моему тренеру. Чтобы подготовить организм к такой гипернагрузке, Сергею понадобилось больше двух месяцев. И вот момент Х настал. Поднять тяжесть удалось сразу, но первая грелка оказалась дырявой. Дырявая. Пришлось делать все по новой. 200-килограммовую штангу Люберецкий силач удерживал 55 секунд. И за это время он надул до разрыва две медицинские грелки. Но спортсмен не привык оставлять реквизит целым. Немного отдышавшись, он уничтожил остальные шесть. И это еще не все. После такого сложного трюка у Сергея остались силы на то, чтобы скрутить в трубочку алюминиевую миску. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Желающе попробовать, да? Ну, это не сложно. Это можно отработать. Субтитры сделал DimaTorzok